Первый раунд полуфинала первенства России по баскетболу. За первое место этапа сражаются девушки 2005 года рождения. Команда УГМК-юниор из Свердловской области фаворит турнира с большим отрывом опережает соперницы с Красноярска. Наставник сибирячек в перерыве делится. Несмотря на явное преимущество соперниц, такие турниры для его подопечных прежде всего хорошая игровая практика. По нашему региону мы заняли первое место, на зональном первенстве отобрались и выступаем. С сильным соперником первый раз с таким столкнулись, потому что они заняли в своем зональном первенстве первое место. Ну и наша задача была выйти во второй раунд, который мы успешно выполнили. 67-20. Матч ожидаемо завершился в пользу баскетболисток УГМК-юниор. Уральские спортсменки завершили раунд на первом месте. Вообще эмоции просто неописуемые. Мы очень хотели выиграть эту команду, так как это полуфинал. И если бы мы сейчас заняли второе место, это было бы тоже очень хорошо. Но с первым местом всегда увереннее проходить во второй полуфинал. Так что мы очень рады. Тренироваться больше, рассматривать, как играют остальные команды. Не падать духом то, что заняли второе место. В течение пяти дней в Омске на паркете школы имени Виктора Промина баскетболистки шести сборных регионов Сибири и Урала выявляли сильнейших. Для мичек все матчи турнира получились напряженными. Из пяти сыгранных поединков судьба двух встреч решалась в овертайме. Специфика соревнований такая, что команды играют три периода по восемь минут, но играют они по четыре минуты пятерками. И многое решается в последние четверти, когда уже можно не четверками менять, а играть любыми составами. Поэтому тут еще может измениться, как было в игре с Красноярска, с Собью, с Новосибирском, где они проигрывали 19 очков, в итоге выиграли два очка. У нас еще один состав, младший возраст, один. Просто вся пятерка шестого года рождения, а пятерка пятого года. Поэтому, так сказать, мы удачно играли. Скажите, пожалуйста, ну вот именно в этом возрасте чем интересен баскетбол у девочек? Чем интересен? Простотой. Простотой. И техникой. Кто техничнее? Вот команда техничная на две головы. Те выиграли. Вот этой. Простотой и доступностью в этом возрасте. Правила проведения матча турнира позволяют командам наверстать упущенное в заключительной четверти. А может ли это амичкам в противостоянии за четвертое место раунда? Сейчас узнаем. Третье место по очкам заняла команда «Алтай Баскет». А вот борьба за четвертую строчку турнирной таблицы развернулась между хозяйками паркета и командой «Старый Соболь» из Нижнего Тагила. Первые две четверти зрители наблюдали равную игру. После перерыва гости, что называется, убежали вперед. В заключительном отрезке, когда команды могут выпускать на площадку свой сильнейший состав, а амичкам сократить отставание не удалось. Молодые девушки из «Старого Соболя» выиграли 55-31. Нам не хватило подборов, отсечения, ну, как всегда, силы какой-то, мощности. Не готовы были к тому, что будут много забивать, к тому, что будет мощность, к тому, что будут много обыгрывать. Второй раунд полуфинала национального первенства у девушек этого возраста пройдет в Самаре с 14 по 20 марта.